Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала, мои любимые девочки. Я вас всех приветствую на очередной расклад. Также я вас хочу всех пригласить. Телеграм-канал Яна Гюррера Чата, Яна Гюрер Медиум. Заходите, подписывайтесь, общайтесь. Если вы хотите лично мне погадать, пишите мне в WhatsApp. Номер телефона вы видите сбоку здесь, внизу, на экране. Он также есть под видео. Итак, мои дорогие, сейчас у нас будет расклад, и тему мы будем смотреть. Почему он молчит? Что он задумал? Почему вы оба молчите? Может быть, вы что-то оба задумали? Давайте посмотрим, давайте проясним ситуацию. Почему есть некое молчание между вами? Почему? Или в процессе этого молчания у него появились другие идеи, а может быть, другая женщина. Давайте посмотрим. Как всегда, я буду смотреть прошлое, настоящее и будущее. Поэтому загадывайте своего любимого мужчину, подумайте о нем, представьте его хорошо. И вот, давайте посмотрим. Молчание в прошлом. Что там происходило? Молчание сейчас. Что происходит? И молчание в будущем. Если оно будет. Знаете, между вами как-то сразу возникли чувства с этим мужчиной. Вы прям почувствовали оба, что это вы его половинку, он ваша половинка. Но здесь есть один интересный момент. Может быть, в ваших отношениях был кто-то третий. Причем это третий, который имеет непосредственное отношение к имуществу, к положению, к каким-то ценным бумагам. Например, к паспорту, к заграничному, там, я не знаю, к визе. Может быть, эта женщина имеет отношение к бизнесу, к доле бизнеса, да. Или, может быть, это наследство какое-то. То есть, была какая-то женщина, которая непосредственно имела... Ну, я так полагаю, со стороны этого мужчины. Это или мама, или его там супруга, или женщина, с которой он жил. Он так запутался. Он так в прошлом запутался в этих отношениях. Но в вас влюбился сразу. Прямо вот тут же. Если вы смотрите на своего супруга, а у него никого нет, только вы, то, скорее всего, это вы. Из-за Туза Пентаклева. Возможно, вы с ним поругались. Ну, из-за денег больших, может быть, из-за дома, из-за квартиры, из-за машины. То есть, из-за чего-то поругались. И каждый ушел в молчании. Потому что здесь мужчина, знаете, он хочет быть так сильным, он хочет быть таким смелым, чтобы от него все зависело, чтобы на него смотрели, а у него это не получается. Все его видят ребенком. Но в прошлом. Все его видели ребенком, кроме вас. Может быть, вы сейчас тоже считаете, что он ребенок, потому что он ведет себя так, у него такое поведение детское. Вы, конечно, были на расстоянии, не рядом. Это еще больше усугубляло, знаете, ваши отношения, потому что нет возможности общаться, нет возможности видеться. Может быть, только переписка через интернет, например, или связь только через звонки. Тут такое отчаяние, вот что уже все, наверное, ничего у нас не получится больше. Восстановить связь мы не сможем. Он все-таки решил свою семью, решил выбрать свою семью. А мужчина сам по себе, знаете, он достаточно честный. Честный, хочет, чтобы все открыто, честно было. Но не получается так. Он же не виноват, что он влюбился в вас. Здесь еще возможно мужчина вернуться в свою семью, не потому что там та же материалка его тянет, даже не поэтому, а потому что там были дети. Там были дети, скорее всего, из-за детей. Или еще, может быть, знаете, когда ты много лет отдаешь туда свою энергию, свои силы, свои деньги. Вот все туда отдаешь. И ты уже, конечно, там имеешь сильную привязку к той семье, к детям, к женщине. И ты просто так у тебя оттуда не можешь. Вот это то же самое. Вы это в прошлом все хорошо поняли? Вы это прочувствовали? Ну, вы решили его отпустить. Тоже уйти в молчание, отпустить его, потому что очень тяжело. Очень тяжело, и вы все поняли. Может быть, он с вами поговорил. Может быть, он с вами поговорил, и все вам сказал, что, типа, прости, но вот так вот получилось, я ничего сделать не могу, но ты же понимаешь, да? И вы сказали, да, я все понимаю. Я все поняла. Поэтому я тебя отпускаю. Будь счастлив. Потому что вы поняли, что вот ему тяжело. Вот вам точно так же было тяжело, но вы его отпустили. Потому что поняли, ну, чего оставлять отца без детей, да, без родителей? Это же сложно все. Конечно. Конечно, вы думали, что что-то будут какие-то хорошие изменения, что он решится на что-то. Но все это как-то безуспешно. Причем вы понимали одно. Этот мужчина вам дан высшей силой. Он дан вам, знаете, как будто по судьбе. Что это прям тот мужчина, который должен быть с вами. Это прям ваша любовь. Это прям ваша мечта. Это прям тот мужчина, с которым вы по жизни можете пойти, да, вместе. Вот вы прям почувствовали, что это ваше что-то, вот мое. Но каждый ушел в тишину, да, в затишье. Ничего не получилось. Третий фактор есть. Давайте посмотрим, что сейчас. Вы вот такая звезда на лбу. Такая шикарная женщина. Дама пентакливая. Уже стабильная, спокойная. Вы сейчас успокоились уже давно. Вы никуда не бежите, не торопитесь, ничего не доказываете, ни за кем не гонитесь. У вас все спокойно сейчас. Вы занимаетесь своими делами. У вас хозяйство, работа. Да, у вас сейчас, вам решить вопросы кое-какие надо по деньгам. Может быть, вы сейчас нуждающиеся, да, в работе, например, вы работу потеряли, может быть, да, или хотите уйти с работы. Или, в принципе, сейчас, может быть, вы худеете, например, да, пост держите, например, или на диету сели. Или же вы много денег сейчас тратите на что-то, например, там, ремонт затеять хотите, там, или квартиру купить, или дом. То есть, у вас идут какие-то оттоки, потери сейчас на данный момент идут. Но они неплохие, вы это прекрасно понимаете. Это как-то вот все от вас прям как будто зависит, что вы сами регулируете все это, потому что вы хотите по шуту-дураку обновиться. Вы не хотите быть как прежде. Вы сейчас хотите измениться, изменить свою жизнь и все вокруг. Многие из вас вышли из депрессии. Причем вышли из очень глубокой депрессии. Вышли как будто из тумана. В этом тумане вы долго находились, в этой темноте. Ну, вам, может быть, так было комфортно. Или очень много чего вы не понимали, не видели. И вот из этого тумана, темноты, депрессии, иллюзий вы вышли, и вы выходите из этого всего, потому что вы сами этого уже хотите освободиться в прямом смысле этого слова от него. А как оказалось, освободиться очень сложно. У многих из вас тут уже, знаете, на этой почве уже какие-то сны, сновидения. Он где-то вам снится постоянно. Вы его где-то видите там во сне, на улице где-то мерещится вам. Ещё здесь такой нюанс есть. Может быть, это мужчина вам задолжал денег. Или он вам вообще что-то должен и не отдаёт, например, да. Но вот вы как-то ждёте, что он мне отдаст. Типа, если не по-хорошему, так по-плохому всё равно мне отдаст. Многие из вас тут практики стали. Кстати, меня тут смотрят сейчас девочки, которые после вот этих отношений с мужчиной вышли на высокий духовный уровень, стали заниматься эзотерикой, магией, психологией, картами Таро. Потому что это вам помогает жить и разобраться в мужчине. Многие из вас каждый день смотрят онлайн расклады. Потому что это, опять же, вам помогает разобраться в мужчине и во всей ситуации, которая была. Кто из вас сейчас покупает квартиру или дом? Или землю? Очень удачно купите. Очень. Причём земля будет настолько плодотворная, вы даже себе не представляете. И место дома, там, где даже будете вы ставить сваи или фундамент заливать, где будете просто периметр свой очерчивать и ставить заборы, ограждения, это место ваше, оно самое святое. Вот представляете и думайте, как хотите. Вот я вам говорю, я как читаю здесь. Это место святое. Поэтому, если вы даже колодец роете, да, там глубина какая, там такая вода святая, просто вода, родниковая святая вода. Говорю серьёзно. И вы тоже это прям, кстати, чувствуете. Кто сейчас будет покупать недвижимость себе, вы прям чётко чувствуете, прям как лазарь, что на этом месте надо брать. Это место самое хорошее. Так оно и есть. Вы сейчас свободны. Не буду говорить одинокий, вы свободны. Вы одна, вам так хорошо. Вы, знаете, будете выходить из сложной ситуации в ближайшее время, вам будет помогать ваша интуиция. Если у вас есть проблемы в работе, вам поможет ваша работа. То есть, как я сказала там, блин, господи, по-японски. Потому что смотрю постоянно сюда. Если у вас есть на работе проблемы с деньгами, вот на данный момент, и было, да, какие-то потери, там всё такое, так я вам вот что скажу. А, нет, подождите, сейчас ещё. Сейчас. Хорошо, сейчас это закончу. Ещё добавлю. И добавлю. Вы в ближайшее время будете выходить из тяжёлого состояния рабочего. То есть, деньги появятся, работа будет. Если не было, будет. Всё наладится хорошо. И ещё. У многих из вас на работе есть некий аппарат. Аппарат, где вы работаете, где вы работаете вот с неким вот таким лазарем. Это лазарь. Понимаете? Это жезл в виде лазаря. Вот у вас на работе есть такой аппарат, которым, возможно, постоянно ломается. И вы на него злитесь. И сейчас он, может быть, даже дорого стоит, этот аппарат, да? Вы его снова или купите, или почините, и опять будете с ним работать. Потому что этот аппарат, этот лазарь, он приносит вам деньги. Он приносит вам деньги. И он опять, он опять будет в хорошем состоянии, в рабочем виде опять. Всё, вы опять за него возьмётесь, и опять пойдут деньги. Вот так. Это для кого-то 100%. Кто работает лазарем? Причём вы, вы профессионал. Вы профессионал своего дела. Понимаете? Вам больше ни с чем работать нельзя. Вам в руках нужно держать только вот этот лазарь, который режет, который там, я не знаю, что там, спаивает, да? Вот лазарь. Что у нас лазарь делает? За что он отвечает? Там в хирургии, может быть, в медицине где-то применяется, правильно? Где ещё? В технике где-то. То есть у вас очень хорошо идут деньги через этот лазарь. Работайте дальше с ним. Я знаю, в гинекологии применяется, да? Лазарь. Но сейчас у нас всё с лазарем вот так. У нас же сейчас мало что режет уже, полостная операция. У нас всё через проколы, через лазарь. Поэтому вот имейте в виду, что починят, починят лазарь или, может быть, даже новый привезут, хороший привезут, да? В больницу. И опять всё у вас наладится. Да, 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 да. Сто процентов. Сто процентов. У многих из вас сейчас на данный момент есть... есть возможность подняться вверх на данный момент. Слушайте, я хочу про него и про вас, а мне тут показывают только вас. Ничего сделать не могу. Но вот, может быть, он тоже появился уже. Он у нас при луне находится. У мужчины на данный момент есть проблемы в материальной сфере. Потому что на нём или морг стоит, или какое-то магическое действие стоит сейчас. Он несёт потери. Хотя можно было так сказать, что ничего плохого-то нету. То есть он и процветает, там и хорошо выглядит, но на нём есть морг. Или там, опять же, магическое негативное действие. Для чего это сделано? Ну, чтобы его немножко припредержать, чтобы он так не светился, чтобы у него в жизни не было таких успехов, чтобы он не был таким, знаете, публичным, популярным, например, или богатым, или так далее, чтобы у него бизнес развивался. Всё-таки на него сделали ещё, знаете, акцент здесь какой идёт, как он может это ощущать. Так каждый день, каждый дневно он не ощущает этого, да, каких-то как бы проблем. Но сильно не ощущается. Это ощущается, когда наступает ночь. С приходом ночи, сумерек, у него начинаются какие-то непонятные глюки в голове. Он плохо спит, засыпает очень поздно, снятся плохие сны ему. Снятся, может быть, там мёртвые к нему приходят, да, как-то он боится, фобии какие-то у него. У него что-то в голове там крутится, неправильные мысли, неправильные мысли. Понимаете? Он как будто дальше носа не видит вообще. И у него не получается составить план на завтрашний день, если он с вечера начинает составлять. Потому что всё рушится, именно начиная с утра, когда он просыпается, опять всё как у него в кавардак. Этого человека надо чистить. Вот его надо чистить. Я не знаю уже, кто навёл. Это уже другой расклад. Индивидуальный. А так, такое возможно. И причём, знаете, что интересно? Вы-то всё это знаете. Вот всё, что с ним происходит, вы прям как чувств, вам вот, вам, вы как воду глядите, всё видите. Вы знаете, что этот человек, находясь, опять же, в других отношениях, с другой женщиной, до сих пор, например, да? Он там как кошка-собака с ней. Там ничего не поменялось. Вот как кошка-собака с ней. Он там бедный мучается, мается. Это из той категории. С одной живу, другую люблю. Может быть, о себе он даёт знать, кстати, имейте в виду. О себе даёт знать. Но вы как-то на это уже так смотрите, знаете, издалека уже. Но вы к себе не подпускаете. Может быть, вы и разговариваете с ним, а может быть, он вам и пишет, и звонит. Но вы как-то с ним, знаете, издалека уже у вас такой подход, близко к себе не приближать. Потому что, знаете, прекрасно, что он хитрец. Он хитрец и лжец, и обманщик, и манипулятор. И он будет делать всё, чтобы опять к вам вернуться. Но вы не хотите быть ни в каких трехугольниках. У вас свои планы. У вас свои планы, которые вы ещё будете реализовывать. И вы за них возьмётесь. Вы так вылезли из этого болота, чтобы опять туда лезть. Для вас это ни за что, понимаете? Вы теперь будете идти вперёд, в ногу по своей жизни. Потому что у вас планы тут наполеоновские. Причём вы чётко знаете, что высшая сила вам помогает в этом. Потому что за этот период, пока вы там влюбились в него, и вылезли из этих ужасных отношений, ваша психика настолько раскачалась, что канал с высшей силой стал... Вот был вот такой, а стал вот такой. И теперь всё, что вы от них как будто слышите, слышите от духов, ангелов, хранителей, это прям чёткая, вот прям их слова. Некоторые даже здесь думают, может быть, у меня шизофрения. Нет, шизофрении у вас нет. Вы действительно слышите духов, духи, духов рода, духов, ангелов, хранителей, понимаете? Если вы ещё занимаетесь практиками, эзотерикой и духовными практиками, это 100%. Вы не шизофреник, девочки. Я вам говорю серьёзно. Этот мужчина неисправимый. Этот мужчина неисправимый. И вы уже это знаете. Он как-то всё легко ко всему относится. Понимаете? Как-то легко у него в жизни, это всё легко, знаете? Это только вам тяжело. Причём, если он немножко... Ну, он, да, страдает где-то в отношениях с той женщиной, он страдает, но вида не покажет. Видо не покажет. И вы будете думать, что у него там всё хорошо. Он просто вида не показывает. А он устал просто. От смысла показывать, что-то говорить, плакаться. Любой ему человек скажет, слушай, тебе не нравится? Уходи. Чего ты тут сопли на кулак наматываешь? Не нравится тебе? Уходи. Ты что, не хозяин своей судьбы? Поэтому он это прекрасно знает. А так как он не может всё взять в свои руки и уйти по тем или иным причинам, вот он им отмалчивается, делая вид, что у него там всё хорошо. У него в Багдаде всё спокойно. А он хочет очень сильно вас. И его ещё больше всего раздражает. Вот как интересно, его больше всего раздражает, что вы не хотите его понять, войти в его положение. Понимаете? Вот не хотите его понять, как ему тяжело и пойти ему на уступки и быть ему там, я не знаю, другом, соратником. Его поддерживать. То есть идти у него на поводу, как говорится, понимаете? А вы этого не желаете. Какая плохая девочка, она меня не понимает. Я её так люблю, её хочу, а она не хочет быть со мной. Причём он очень прекрасно видит, что вы уже изменились. Вы уже не такая, как раньше. Вы уже другая. Если тогда были чувства, эмоции, вот это всё у вас, люблю, не могу, хочу быть с ним, вот это всё у вас вот так вот горело каждый день, то сейчас уже всё отлегло, сейчас уже спокойно. Абсолютно. Вы у себя на первом месте. Ваши планы, ваша жизнь. Там недвижимость, что-то у вас там, да? То есть вы в своём мире крутитесь. На какие вы теперь собираетесь там жертвы ради него пойти, это смешно даже выглядит, понимаете? А он очень сильно хочет. И поэтому между вами такое некое, знаете, молчание. И он понять не может. Чё это она там, а чё она? Всё, это значит не любовь была, она меня уже не хочет. А может, у неё там кто-то завёлся, что-то такое? А вы тут не стесняясь. Вы показываете, если есть возможность показать, вам стесняться нечего. Вы так и показываете. Я живу просто своей жизнью. Будет у меня кто-то, будет. Нету никого, да не надо. У меня настолько жизнь насыщенно интересна, что мне есть чем заняться. У меня работа. У меня там дом свой, да? Я там хочу в этом году, может быть, ремонт сделать, переделать что-то, или пристройку сделать там. Или купить себе квартиру хотя бы какую-нибудь. Хватит жить на съёмных. Понимаете? Вы как-то, вам уже стесняться нечего. Вам и прятать тоже чего-то нечего. Там у вас всё открыто, как есть. Вот такая женщина. Честная, порядочная. Чё там скрывать, как есть, говорю. Потому что уже не хочу ни для кого быть хорошенькой. Давайте посмотрим, что сейчас. Нет. Было сейчас. Что будет? Ваше молчание. К чему приведёт ваше молчание с этим мужчиной? Тут женщина в будущем будет очень активна. Ой, как она будет активна! Девочки, у вас идут дороги, поездки, перемещения, работа. И многих из вас будет уже две работы или какие-то две командировки, две поездки. То есть, у вас будет жизнь в будущем, вот ближайшее будущее, будет просто кипеть. Вы как фигра там, фигра тут. Надо успеть, надо поехать, надо привезти, надо отвезти. Понимаете? Обратите внимание, только единственное это на своё здоровье. Это суставы, сосуды и позвоночник и внутреннее воспаление. многие из вас поедут на операцию, плановую операцию или кого-то повезут на плановую операцию, может быть, мужчину, может быть, женщину. Ну, в принципе, операция быстрая будет, быстрая. Она не сложная, недолго, быстрая. Может быть, вы сами поедете на операцию, тоже всё хорошо пройдёт. Быстро, чётко, конкретно. Опять, может быть, лазарем, операция лазарем, возможно, да один прокол или два прокола и все 10 минут и операция завершена принципе да все хорошо пройдет если нет операцию вас будущем просто здесь есть какие-то поездки какие-то движения быстрые берегите свое здоровье берегите себя в транспортном средстве не гоните пожалуйста на 120 по шоссе да не надо этого делать береженого бог бережет и тише едешь дальше будешь соблюдайте пожалуйста правила дорожного движения аккуратнее нужно вас тут десятка мечей просто ложится на дорогу я про это да поэтому к вам все это говорю так я тут очень четко вижу женскую позицию которую хочет быть мало того что счастливы как женщина так как будто вы делаете все сами для себя чтобы быть счастливой это потрясающе это потрясающе сколько вас сил и духа сколько вас мощи да у нас же всегда все хотят за чужой счет быть счастливыми ну время такой да а вы как-то не мне не надо я сама я сама себе хозяйка я без никого сама всего добьюсь все я в себя верю я буду счастливой четко прям позиция такая вам респект уважуха ой хорошо если будет операция хорошо пройдет девочки не волнуйтесь себе будете делать кому-то близким будете делать все хорошо отлично пройдет вы как освободитесь понимать это операция будет последние завершающие вы как освободитесь от всего что вас мучила все вам прямо это это операция знаете она вас как будто переключит на 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 вас то какую-то новую обновленную и здесь идет операция опять повторяюсь куда-то дальняя дальняя кто-то за границу поедет кто-то в другой регион в другой город большой поедет за операцией пройдет очень хорошо тут на себя защиту будет ставить вот я не знаю говорить это не говорить а говорите ли не говорить говори девочки ли не говоритесь кое-что какая будет потом реакция закидает мне помидорами или нет ай че боятся мне не так ненавидит хорошо слушайте здесь у вас у кого-то есть очень такой старенький человечек ну старенький возрасте человечек которые будущем умрет так скажем да по-честному он уйдет мирной и после него останется какая-то недвижимость что-то останется после этого человека после смерти и если есть какие-то наследники начнется начнется битва за это наследство предупреждаю имейте ввиду если вы хотите сделать операцию человеку очень очень-очень в преклонном возрасте я не знаю там 75 80 85 не делайте пожалуйста операции если помпом помладше то можно себе тоже можно но человеку который в очень преклонном возрасте мне кажется он операцию просто не выдержит оставьте все как есть потому что здесь начнется после смерти здесь дележка прям начнется каждый будет знаете разбирать как будто по частям у вас есть все шансы выиграть у вас есть все шансы выиграть чтоб вам все досталось но тут такая знаете свора начнется свора свора все слетается чтобы пожирать понимаете будьте аккуратнее битва начнется прям но все равно по-любому должно достаться вам все но он будьте аккуратнее так хочу я на это переключилась я не знаю меня просто меня в поток туда уносит почему-то давайте про мужчину может про мужчину смотри ой господи а где мужчина то у нас васенька где у нас будущем а где вася а васе будет вас так далеко находиться что он практически до вас будет недосягаемый он будет своей жизнью заниматься у вас уже своя жизнь я тоже его не вижу в будущем может быть он вам что-то в интернете напишет или как-то даст о себе знать но для вас это такая мелочь типа о явился не обли не запылился опять что-то написал чё написал непонятно тоже отвечать не хочу знаете как такое состояние у вас будет потому что у вас вы в девятке пентакли в карте умеренности в шестерке мечей вы сами себе хозяйка кто там будет что-то вам тут говорить все сами знаете без этих без лук вы сами себя хозяйка уверена спокойно знаете вас течение вот так вот несет куда-то по жизни а дорогу уже сюда приплыть или сюда приплыть выбирайте вы сами больше никто вас здесь переживание есть вас тут переживание за поездку какую то есть но нет нет вы не волнуйтесь не беспокойтесь опять видите лазер показывает я не за может быть вам но мой новый аппарат привезут на работу вот лазерный и вы будете бояться как не с ним работать он немножко другой я работала с холодным лазарем а это теперь горячий лазарь как я мне с ним работать у вас все получится девочки у вас хорошая голова у вас все получится этот мужчина может появиться вот на котором мы смотрим он может появиться от того что он появится ничего не меняется понимаете ничего не меняется многие из вас будут беременны в будущем это я вам говорю сто процентов если может быть вы едете для того чтобы забеременеть например да на и к или еще что-то у вас получится получится да 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 получится причем здесь может быть уже несколько раз сделали все это было впустую уже сил нет уже последний раз и тоже уже думайте не получится все крен с ним значит не буду ничего больше никаких а коделать получится вы идете как императрица беременная получится вы уже знаете в таком отчаянии просто уже вас получится схватить только знаете вот давайте вам так скажу вы запомните что я сейчас скажу вы когда забеременеть и через и к никому не говорите что забеременели поняли до тех пор пока живот появляться не будет вот никому не говорите вообще запрет поставьте на это не надо тут же звонить подружкам не знаю там родственникам дальним не надо никому говорить вот знает мама ваша окей папа знает хорошо или близкая сестра все и скажите им запрет поставьте чтобы они никому не говорили об этом и больше никто знать не должен пока живот не появится потому что у вас вот запрет идет на то чтобы вы тут объявляли всем всему миру и животы свои еще показывали что вот я забеременела я счастливая меня просто всегда это умиляет когда я вижу где-то в интернете женщина беременная открывает свои животы боже мой вот они не всегда хочется как нет и не боишься милая ты тут животом не открытым не боишься не это я добренькая а есть злые и жад живота у тебя не будет понимаете тут риану смотрели до беременную танцующую вообще потрясающе у нее есть фотографии где она с открытым животом я не знаю может быть они защита есть я ее так не сканировала но это просто меня умиляет с открытым животом она везде ходит она просто на ведьмой не нарывалась я не знаю как так можно так относиться к себе и здоровью своего ребенка как так можно открывать все это всегда было всю жизнь была таинством и это нельзя было показывать пока ребенка не родится мы же не будем отрицать что у нас нету негативных людей есть конечно девочки вы меня конечно простите но я не вижу в будущем чтобы этот мужчина открыто и явно появился вашей жизни причем чем дальше вы будете идти по жизни тем меньше он будет проявляться мне кажется потому что вы у себя любимы на первом месте вы тут своими проблемами своими делами вы тут своим ребенком да а где он я не знаю а он все никак сил наверное и там я не знаю решительность ему не хватает чтобы взять все в свои руки и уйти оттуда вот так и мучается и мается и появляется нет нет а вот это вам его нет нет как-то знаете как по одному месту извините вам не жарко не холода от от него поэтому как-то так вот такой был расклад пишите пожалуйста свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и самое главное будьте счастливы пусть у вас в личной жизни все наладится я вас всех люблю целую обнимаю и до скорых встреч берегите себя и своих близких всего хорошего до свидания